Ведь идет вторичное загрязнение воздуха, все, что на нас валится сверху, оно все оседает, потом все транспортно поднимается. То, что на дорогах лежит по метровому слою грязи, ведь это не вывозится. В Челябинске состоялся шестой международный форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города». Цель проекта – создание благоприятных условий для поддержания имеющихся и создания новых взаимовыгодных деловых связей между участниками рынка экологических и энергосберегающих инноваций. Это ежегодные мероприятия, которые проводятся. И основное – это обмен опытом, обмен опытом между коллегами и ответы на те вопросы, которые волнуют горожан. Впечатляет всегда то, что проблемы экологии не только актуальны, но и каждый год совершенствуются способы решения этих проблем. Развиваются технологии, развиваются подходы и есть определенный прогресс. Общественность волнует вопросы, чтобы будущие предприятия, которые будут строиться в Челябинске или рядом с Челябинском, чтобы они соответствовали всем экологическим нормам и требованиям. Потому что мы, наверное, те, кто живет в Челябинске, знают, что это такое не понаслышке. Участниками дискуссии в рамках форума стали высокопоставленные представители органов государственной власти Российской Федерации и иностранных государств. Представители отечественной и зарубежной бизнес-элиты. Ведущие – российские и зарубежные эксперты в области экологии, ресурсосбережения и маркетинга. Российские и зарубежные организации, финансирующие экологические проекты. На подобном форуме, именно на базе Международного выставочного торгового центра ВТЦ, мы уже второй раз. Здесь мы сегодня по приглашению уже, можно сказать. То есть тематика и относится, и не относится именно к нашей конкретной специализации. Естественно, транспорт и логистика было ближе. Но наш транспорт и технологии транспорта второго уровня, которые мы продвигаем и создаем в Минске на Марьиной Горке, они также очень экологичны и в конечном счете изменят очень сильно ситуацию в плане экологичности планеты в целом. Путевая структура SkyWay – это предварительно напряженная, закрепленная на анкерных опорах, неразрезная конструкция с абсолютно ровной поверхностью, без сварных швов и стыков. Она предназначена для перемещения над землей специального сверхаэродинамичного подвижного состава. Рельсовый автомобиль SkyWay является разновидностью обычного автомобиля, установленного на стальные колеса. Он снабжен противосходной системой, имеет КПД колеса 99%. Меньше расходует топливо и энергию, что повышает экономичность и окупаемость проектов SkyWay, а также существенно сокращает воздействие на экологию. Например, из Челябинска до Сочи можно будет добраться за 7-8 часов. Очень высокая безопасность движения. Естественно, автоматизировано полностью, значит, это беспилотный подвижной состав. Шанхайская организация сотрудничества будет у нас, значит, саммит будет проходить в городе Челябинске, и к 2019 году мы рассчитываем, что уже первую линию запустим. Она будет проходить от родника с района северо-запада по университетской набережной, через парк Гагарина к Юргу. Скорость подвижного состава в городе может достигать сотни километров в час, а его движение регулируется автоматически. Существуют такие разновидности Skyway, как высокоскоростной, грузовой, городской пассажирский и легкий прогулочный, которые теоретически планируются к реализации в Челябинске. На сегодняшний день данная технология даст, знаете, почему мы о ней говорим, да, то есть она даст возможность нашему Челябинску не просто прославиться, да, вот как упал метеорит, это, ну, удача, да, то есть узнали об этом, но слава Богу, что Челябинск стал состоять. А Skyway даст возможность Челябинску первыми в мире продемонстрировать уникальную технологию. Это новый вид транспорта, это шестой технологический уклад, хотя самой технологии практически 40 лет, и она прошла очень сложную историю своего становления, развития, не в плане именно изобретения, а в плане применения и реализации для людей. Струнная технология Skyway помогает проложить путь не только над землей, но и над лесами, болотами, горами и даже в условиях вечной мерзлоты, или наоборот, песков в пустыне. При этом практически не нарушает ландшафт поверхности планеты, не мешает миграции животных, не ограничивает сельскохозяйственную или иную деятельность человека, не препятствует движению почвенных, грунтовых вод, сохраняет и восстанавливает экологию нашей планеты для нас и наших будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok